Спасибо. Мир Божий всем вам, дорогие верующие, церковь Вифиль. Не знаю, такое есть оправдание у меня. Говорят так, что когда есть хорошее взаимоотношение между людьми, то хоть встреча была и давно, но как будто вчера, если это есть. Рад, что вижу, вы умножились. Конечно, всех вас я не знаю. Желаю Божьих благословений всем, каждому, каждому из вас. Хочу сегодня затронуть одну из тем. Я так считаю, что очень необходим этот разговор, эта беседа для духовной жизни людей, для роста духовного. И одно из мест я буду читать, известное место – это автор 118-го псалма. В 10-м стихе такие слова сказал. «Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих». Всем сердцем, обращаю внимание, говорит, «Всем сердцем моим ищу Тебя». И 26-й псалом, 8-й стих хочу читать. Давид сказал. «Сердце мое говорит от Тебя. Ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». Вот это цель моей проповеди, чтобы у нас обновилось вот это желание. Я знаю, что есть у каждого из вас желание искать Бога. Чтобы оно обновилось сегодня. Я буду прочитывать некоторые места из Писания, и я буду приводить примеры. Но наше желание, как Давид сказал, «Сердце мое говорит от Тебя». Вот это человек был, мы сегодня о нем слышали, который сильно дружил с Господом. Он всегда искал общение с Ним. Он говорил, «От ранней зари ищу Тебя. По Тебе томится плоть моя». У него было желание к Богу. Он ожидал Господа, говорит, «Так, как стражи утра ожидают. Так душа моя ожидает Тебя, Господи». В другом месте говорит о том, что он стремится к Господу, как лань желает к потокам воды. Так желает душа моя к Тебе, Божия. Искать Господа. Я думаю, что не всякий человек будет понимать, вот когда мы обычного человека берем, который не так близко знаком с Писанием, как мы, я надеюсь и верю, что мы исследуем Писание. У нас есть духовный рост в нашей жизни. Мы неоднократно подталкиваем себя к тому, чтобы нам искать Господа. Мы понимаем, что это очень важный момент в жизни человека. Но не все так люди рассуждают. Я говорю сегодня не просто к религиозным людям, которые верят, что есть Бог, которые много, может быть, многое делают. Я обращаю Слово Своё к людям, которые родились новым рождением, родились свыше. Нам Божье Слово говорит о начале взаимоотношений с Богом, «Когда человек рождается от Бога». Первая глава Евангелия от Иоанна говорится там об Иисусе Христе, что Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Вот это начало духовной жизни человека, начало жизни с Богом. И я понимаю то, что я вспоминаю это время, и вы также можете вспоминать это время, когда вам небеса стали родными, потому что там есть Отец наш Небесный. И мы с этого времени как будто связаны с небесами. и понимаем слова Писания, которые говорят «Вкусите и увидите, как благ Господь». Я сегодня говорю о наших взаимоотношениях с Господом. Я говорю о том, что есть у нас у всех необходимость, ответственность, чтобы искать Бога и приближаться к Нему. Конечно же, люди, которые не имеют нового рождения, это трудно для понимания этих людей. Вот то, что говорю. Но скажу так, что есть, еще повторюсь, есть рождение свыше, об этом говорил Иисус Христос. Это начало замечательных отношений с Богом. И когда человек рождается, он хочет, чтобы эти взаимоотношения никогда не прекращались. Очень сильно Давид, он говорил об этом, много говорил, желание его сердца. То, что происходит или происходило с ним, он пел об этом, записывал это. И сегодня это очень полезные мысли для нас. Это человек, который до нас знал живого Бога, надеялся на Него. Он говорил 17-й Псалом, вот некоторые моменты хочу отметить, 30-й стих, с тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог припоясывает меня силою, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высоты мои поставляет меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблется ноги мои. Вот суть этих слов нам понятна, глубина отношений с Богом, о том, что сказал, что как можно без Него в жизни. Он говорит о том, ты возжигаешь светильник мой Господи. От Божьего присутствия больше зажигается, заряжается наш Дух. Как раз об этом мы должны беспокоиться в нашей жизни, дорогие друзья. Ты возжигаешь светильник мой Господи. Писание нам говорит, что светильник Божий это Дух человека. И хорошо, когда он зажжен, когда он горит, кого-то греет. Вы знаете, я очень давно это было, читал, я запомнил вот эту историю, читал такую заметку. Где-то в какой-то местности, возможно, это в России, там сегодня наводнение, но это раньше было. Я читал это, может быть, 10-15 лет назад, давно. По причине наводнения начальник железной дороги собрал весь персонал, и отдал приказание, чтобы проверен был каждый участок, вот там люди есть ответственные за каждый за свой участок, чтобы проверили, не повредила ли вот эту насыпь, железную дорогу, эта вода, потому что ответственно там магистраль была, составы тяжелые ходили. и там так случилось, что на одном из участков поезд сошел с рельсов. И, конечно же, люди предстали, особенно тот человек, еще с кем-то, которые ответственны были за этот участок, дороги, следствие было. И вы знаете, следствие, оно разматывает, чтобы понимать, что случилось, найти виновного. приглашен был этот человек, который отвечал за этот участок дороги. И ему вопрос, так все это аккуратно фиксируется, вы получили приказ от начальника железной дороги проверить ваш участок? Да, получил, все зафиксировалось. Скажите, вы пошли и вы проверяли ваш участок, который вы обслуживаете? Да, я это делал. Следующий был вопрос, скажите, вы увидели неисправность железнодорожного полотна, опасность, вы увидели? Да, увидел, все зафиксировали. Скажите, вы предпринимали какие-то действия, чтобы остановить состав, который идет? Да, я это делал. зафиксировали. Скажите, следующий был вопрос, вы бежали навстречу поезду и делали круговые движения рукой с фонарем? Наверное, это означает немедленную остановку. Да, я так делал. Все, вы невиновны, можете быть свободными. и они вышли, коллега его, сотрудник, задает ему вопрос, скажи, когда тебе вопросы задавал следователь, почему ты так сильно волновался? Все это понимали, было заметно, ты волновался очень сильно, но ты же невиновен. ты знаешь, самый главный вопрос мне был задан, а какой? Если бы у меня спросили, горел ли ваш фонарь? Я вышел на работу, я не зарядил аккумуляторную батарею, машинист меня не понимал. Я так подумал, может ли быть так в моей жизни? Когда внутри фонарь, который у нас есть, дух наш, он потухший, не горит. Все ведь было нормально у этого человека, может у нас все будет нормально? Мы можем быть в служении, мы можем петь, поклоняться Господу, можно вот с этого места проповедовать и все можно делать, но горишь ли ты? Вот это притча Иисуса Христа о десяти девах, ведь там одинаковые совершенно были люди и светильники и горели вначале, только немного не хватило масла. Я, дорогие друзья, очень сильно хочу, чтобы наш дух зажигался и всякий раз, когда есть Божье присутствие, он зажигается. Когда мы беспокоимся о нашем духовном состоянии, мы исследуем, читаем Слово Божье, оно совершает работу над нами через Божье Слово. Очень много работы делает Господь в нашей жизни. Я просто призываю сегодня, дорогие верующие, дружите с Божьим Словом. Оно делает нас духовно сильнее. У нас увеличивается вера, растет вера наша, когда мы дружим с Божьим Словом. Вы знаете, Давида, которым мы сегодня слышим, он стремился к тому, чтобы быть в общении с Богом. вот напоминаю вот этот такой псалом, местописание. Он говорит 15-й псалом. Благословлю Господа вразумившего меня, даже ночью учит меня внутренность моя. Вот такое сильное желание к Богу. 138-й псалом 18-й стих говорит, когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Мы просто видим глубину этих взаимоотношений, желание человека к Богу. Во 2-й книге царств в 23-й главе написано последние слова Давида. Божьего человека, певца Израиля. И он там сказал такие слова. Дух Господен говорит во мне и слово его на языке у меня. Вот это последние слова Давида, одни из последних слов. он говорил о том, что имеет общение с Богом этот человек. Я читаю, говорит он, не скрой от меня лица твоего. Ему трудно, когда он видит, что что-то между им и Богом. Когда он согрешил, это 50-й псалом говорит, не отверг меня от лица твоего и духа твоего святого не отними от меня. Так ему было необходимо, чтобы нормальное взаимоотношение с Господом было у него. 31-й псалом говорит, блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. Говорит, когда я молчал, обвещали кости мои, как от вседневного стенания моего. День и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Нет свежести, нет радости, когда нарушены взаимоотношения с Господом. Когда-то Саул Самуилу жалуется, это тоже человек, который знал Бога, Бог через него многое-многое сделал для Божьего народа. Но пришло время, когда он жалуется Самуилу и говорит, тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Господь отступил от меня и не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Для людей, которые имели общение с Богом и оно нарушено, оно потеряно, дорогие друзья, это тяжелое время в жизни. Говорит, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но выход показывает Божий человек, как он поступал, он говорит, что я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, и ты снял с меня вину греха моего. Слава Богу! Вот этот путь, которым идут люди, когда появляется проблема, барьер, преграда какая-то в отношениях с Богом, они ищут эту преграду, они находят и они совершают покаяние перед Богом, потому что тяжело жить людям, которые знают Бога и по какой-то причине вдали от Бога находятся. Это такая серая жизнь. Пусть Господь всех нас благословит. Итак, мы понимаем, что нужно искать Бога. Искать Бога. Усилия прилагать. Все люди должны искать Бога. Все. это в Писании сказано. 17 глава книга Деяния апостолов говорит, Бог произвел от одной крови весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. И дальше сказано для чего? Чтобы люди искали Бога. Не ощутят ли Его? И не найдут ли Его? Хотя Он и недалеко от каждого из нас. Искать Господа. Написано «Ищите Господа». Это 55 глава книги пророка Исаии. «Ищите Господа, когда можно найти Его». Призывайте Его, когда Он близко. И там сказано «Да ставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои и добротятся к Богу». И Господь помилует их, изменит жизнь их, когда люди стараются искать Господа. Искать в молитве искать в молитве. Молиться, чтобы не просто помолиться, пережить встречу с Господом. Вот вы знаете, братья и сестры, что очень правильно, когда мы идем в служение, в любое, чтобы мы понимали, что мы идем навстречу с Богом. Вот тогда, когда мы ожидаем от Господа, особенным служением является, когда мы понимаем, что Он должен что-то сказать мне, Он скажет. я уверен, что в этом служении для каждого из нас есть что-то от Господа. Не может так быть, чтобы человек старался, шел в служение, и чтобы Бог сегодня для него ничего не приготовил. 29 глава книги пророка Иеремии И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Всем сердцем. Вот этот 10 стих 118-го псалма я первым прочитал «Всем сердцем моим ищу тебя». Так хочет Господь, чтобы мы старание такое проявляли. Вы знаете, такой вот у Господа подход, совет для нас. Помните, как сказано в одной из первых заповедей Господь один есть и люби Господа Бога твоего как? Всем сердцем твоим, всею душою твоей, всеми силами твоими. Это Господь. для нас, дорогие друзья, это чего-то стоит, но последствия замечательные, искание, богоискание в нашей жизни. Люди замечают Божье присутствие постоянно в своей жизни. Вот я напоминаю, я говорил слова Давида, когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Ночью учит меня внутренность моя. Желание к Богу, желание, чтобы иметь взаимоотношения с Богом. Это хорошее желание. Я знаю, что мы всегда равняемся вот на то время, которое помним в нашей жизни, когда мы особо пережили вот такую встречу с Богом. И когда мы не дотягиваем до этого, нам не по себе. хочется еще. Это нормально. Хочется близких взаимоотношений. Скажу, дорогие друзья, что с самого начала, когда Господь сотворил человека, Он запланировал то, что человек будет общаться со своим Создателем. Господь приходил в сад Едемский. там был человек. Он имел встречу с человеком. Я так думаю, что это время лучшее было для Адама. Он, наверное, все оставил, всякую работу. Да, он работал. Он не просто там сидел и наслаждался. Он работал, возделывал этот сад. Но приходило время, и он понимал, что придет Создатель. Он оставлял все. И было замечательное время в его жизни, когда была встреча с Богом. Потом эта встреча или взаимоотношения эти были нарушены грехом. грех вошел в жизнь людей и враг через грех очень много преуспел в жизни людей. Сегодня мы видим последствия греховной жизни людей. Но будем помнить, что Господь всегда желает иметь общение с человеком, с людьми. И как бы финал, конец, это то, о чем мы в книге Откровения читаем. Говорит Иоанн, увидел я новый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, украшенный как невеста для мужа своего. И голос услышал, это скиния Бога с человеками. Бог будет обитать с ними. Сам Бог будет с ними, Богом их. Они будут иметь взаимоотношения с Создателем, с Творцом. И это время, оно сказано такое замечательное, там не будет вопля, плача, болезни, это все в прошлом. Сегодня, дорогие друзья, мы стремимся, мы понимаем, необходимо искать Господа. Ответственность на каждом из нас. Нам враг мешает это делать. Да, конечно, мы понимаем, что первый враг это Сатана, он враг души нашей. Врагом является мир, который отвергает Бога, со всеми ценностями влияет отрицательно на верующих людей, на отношения с Богом. Но есть еще один враг, это наш старый человек, наше я, старое, мешает. Мешает. Это такой скрытый враг, но он плод желает, написано, противного духу. Дух наш к Богу стремится, к взаимоотношению с Богом, а плоть желает противного. А как она это делает? Я не знаю, скажу, как моя это делает плоть. Назначенное время, может быть, это вечер, может быть, это утро, когда обычно читаешь Слово Божье, время для этого, и вот такая мысль аккуратная, ну, ты же читаешь, ты же сегодня уставший, завтра, или в отношении молитвы. Нет, плоть не говорит, что это не надо, не делай это, никогда так не скажет. Потом, потом. После нашего уверования, после рождения свыше, после нового рождения нас как бы двое. Я, Федор, который желаю к Богу, желаю Писание изучать, читать, наслаждаюсь чтением Писания, назначаю время, Господи, вот это время, утром буду в молитве проводить, это я, который новый Федор, а старый Федор, он тянет назад, он тормозом является, потом сделаешь и многое другое. Братья и сестры, помните, что наш Господь свят, когда мы ищем Господа, что наш Господь свят. вот мы пели, мы Ему всю хвалу отдаем, мы говорим Ты Святой Бог. Святой это отделенный от греха, отделенный полностью. Нет такого, как наш Бог, Святой Бог. По причине Его святости человек, который согрешил, не мог быть в Его присутствии. Написано изгнал Адама Господь. Изгнал. Не можешь быть здесь. Изгнал. И мы всегда, когда помышляем о том, чтобы нам искать Господа, приближаться к Господу, мы будем помышлять о нашем освящении. О нашем освящении. С одной стороны, дорогие друзья, мы понимаем, что во Христе мы являемся святыми людьми. Апостол Павел много обращается в посланиях святые, участники Божьем в этом звании и так дальше, и называет людей святыми людьми. Может быть, нас люди хотят называть святыми людьми. Какой-то ошибки такой нет, хотя мы иногда возражаем и так дальше, но в общем-то, если брать, Господь нас освятил, и мы освящаемся, и Божье Слово нас освящает, и кровь Иисуса Христа нас освящает, и третий источник освящения это Дух Святой, который присутствует с нами, Он нас освящает. Есть освящение, и у нас есть желание, и Писание нас направляет, что только истина, что честно, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели и похвала о том, помышляйте. Есть то, что верующие люди должны оставить, умертвить, и написано, земные члены ваши. Вы можете почитать это, конкретно говорится для верующих людей, чтобы мы убирали из своей жизни, из своего характера и злые слова какие-то, невоздержание. освящение речи нашей. Очень много работы каждому из нас, если в этом направлении освятить речь наша, чтобы правильные слова говорить. Написано, никакое гнилое снова да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания и так дальше. Взаимоотношения с другими людьми, мы когда освящаем, заботимся о нашем освящении, мы помним стих Писания, что мы должны иметь мир и святость со всеми. Мир и святость. Господь пусть нам поможет в этом. Когда мы это делаем от всего сердца, когда решаемся, Господи, я буду искать Тебя, я буду приближаться к Тебе. Я скажу о том, чтобы Господь присутствовал среди нас, я имею ввиду церковь, собрания наши. Очень важно, чтобы мир и единство были. Вы слышите, братья и сестры, чтобы мир и единство между нами было. Сказано 2-е послание к Корифорам 13-11. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Бог будет присутствовать с нами там, где есть любовь и там, где есть мир. Мы, как возрожденные люди, должны очень сильно дружить и понимать, что любовь так необходима в нашей жизни, в наших сердцах. Да будет непритворна эта любовь, так Писание нам говорит, нас учит. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Вот это основная отличительная черта христиан, Божьих детей. У них в сердце есть много любви. Они легко могут прощать другого человека. Они прощают даже врагов. И это, конечно же, нам Божья любовь в этом помогает, чтобы нам прощать, чтобы нам быть едиными и жить в любви. Еще хочу обратить внимание, для того, чтобы нам искать Бога, нам нужно уметь прославлять Бога и поклоняться Богу. Вот это должно быть вот такой частью неотъемлемой в нашей жизни христианской, братья и сестры. То, что мы стараемся делать, чтобы Господь был прославлен в нашей жизни, сказано известное место 99 псалом 4 стих. входите во врата его со славословием и во дворе его с хвалою. Я скажу, что когда мне бывает тяжело молиться, я не знаю, бывает ли вам тяжело молиться, иногда мне бывает тяжело молиться, я следую таким путем, я начинаю прославлять Бога. И сразу же меняется все. Когда я начинаю прославлять Бога. Хорошо, когда мы нашу молитву с прославления начинаем. Иисус Христос, когда учил молиться, вот в этой молитве, которую Он назвал, сказал, как нужно молиться, сказано «Отче наш, сущий на небесах, досвятится имя Твое». Это вначале, прежде всего, досвятится имя Твое. Мы иногда поглощены проблемами, нуждами, мы говорим «Господи» в первых словах своей молитвы «Дай мне это, помоги мне здесь». И это в какой-то мере естественно, потому что мы переживаем о чем-то. Но пусть будет место в наших молитвах для прославления нашего Господа. И вы знаете, изменяется ситуация. Господь хочет, чтобы так было. Когда мы читаем 49-й Псалом, там сказано, и Господь говорит, что я, народ мой, буду судиться с Тобою, я не за жертвы Твоей буду укорять Тебя, все сожжения Твои всегда передо мною, но я не приму тельца из дворов Твоих, потому что я имею все. Он говорит, ем ли я мясо, волове, пью ли я кровь козлов? Если бы я взалкал, то я не сказал бы тебе, народ мой, потому что мои все зверы, скот на тысячи гор, я знаю всех птиц, все это моя рука сотворила и говорит о том, чтобы, потому что я так думаю, люди думали, что когда есть какая-то проблема, берет жертву, ведет к жертвеннику и сам себе думает, что у меня еще есть в стаде, если я еще согрешу, я еще принесу. И принесет и думает, Господи, я тебе так много дал. А Господь хочет, чтобы сердце было чистым, чтобы взаимоотношения с ним были нормальными. и учит, говорит, в этом Псалме 49-м дальше, принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, а ты прославишь меня. Вот это нормальная, правильная жизнь, правильные взаимоотношения с Богом, они строятся на том, что человек хочет прославлять Господа, и мы читаем, сказал, сказал, Давид, радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил, сердце мое восторгается к Богу. Он так выражал. Стремлюсь к Господу, ожидаю Господа больше, нежели стражи утра, как лань желает потоком воды, так желает моя душа к тебе, Боже. Господу. Я хочу, чтобы у тех из нас, у кого какие-то вот такие позывные внутри умолкли, что нужно искать Бога, искать Господа в жизни, чтобы это возобновилось. я верю, что вы, когда слушали Божье Слово и принимали решение вместе с Давидом, я буду искать лица твоего, Господи. Буду искать, буду все делать для этого. это правильная духовная жизнь. Пусть зажигается Дух наш, пусть Он укрепляется от Божьего присутствия, пусть будет так, чтобы мы неразлучно следовали с нашим Господом. сказал Господи, вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе эти око мои над Тобою. Он желает быть рядом всегда. Он желает вникнуть в наши проблемы, в наши ситуации жизненные, а мы будем искать и Его приглашать. Вы знаете, нет чего-то маловажного и мы не затрудним какими-то вопросами Господа. Он любит нас и хочет помогать нам, чтобы мы в общении с Ним жили, чтобы постоянно было общение с Ним, чтобы мы наслаждались этим общением с нашим Господом. Я верю, что вы понимаете, о чем я говорю или говорил сегодня в этой проповеди. Желаю всем близких взаимоотношений с Господом. Пусть будет у вас молитвы ваши, когда вы один на один с Господом. Пусть будут ответы от Господа, молитвы, вы могли радоваться, иметь радость о том, что Господь вам отвечает на ваши молитвы. Христос сказал, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. я очень рад, что мог быть вместе с вами, братья и сестры. У меня сегодня в сердце желание всех вас благословить. Будьте благословенны. Божье присутствие пусть будет с вами. Пусть будет мир и порядок в ваших семьях. Пусть будет устроена ваша жизнь Божьей рукою. И пусть будет так, как сказано в Писании, воззовешь, а Господь скажет, вот я. Пусть так будет. Аминь.